ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я готовился к покупке, она просто появилась на продаже, я просто захотел ее купить. Я ее купил голую-лысую, это вообще должна была быть акула, если будет в легендарном камуфляже. Ну, а я ее взял голую-лысую, просто машину и слот в ангаре, и абсолютно об этом не жалею. Ни грамма не жалею о покупке данного аппарата, катаю его очень часто. Но, ребят, 9600 это загон, реальный загон, даже 9200 после уменьшения цены, это все равно очень много. Объясню почему. Дело в том, что акула недавно выходила на продажу за 7500. Ну, окей, хорошо, была черная пятница, и, возможно, там, накинув 500 сверху, можно сказать, что машина, ну, стоит 8000, но никак, ребят, не 9200. Согласитесь, ну, как-то перебор. Что касается самого аппарата, машинка довольно подвижная, как для тяжелого танка, обрадает хорошей броней, кто-то сетует на то, что у нее есть кепка сверху над головой, да, то есть, которую, типа, все выцеливают, но пойди ее еще выцели, если товарищ грамотно дергается вперед-назад, соответственно, фиг ты его куда-то выцелишь. Что касается альфы, альфа довольно-таки себе неплохая, 300, 330, ну, короче говоря, накидывает довольно неплохо. Но это еще мало, мало, ребят, позитива. Дополнительного позитива добавляет вполне себе комфортное время перезарядки в 8.3, которого можно добиться, безусловно, установив все оборудование и амуницию. При этом, ребят, вы обладаете подвижностью среднего танка, будем говорить откровенно. Вот сейчас по песку еду абсолютно без печали, в горку поднимаюсь тоже вполне нормально. По поводу стрельбы на дальних расстояниях. Нате, пожалуйста, 270 сейчас товарища залетела, абсолютно-таки комфортно и удобно. Су-130ПМ, бедняга, здесь задремал, попытался спрятаться, к сожалению, у товарища это не получится. Сейчас приедем и чутка настроение ему подпортим своим присутствием. Вот так вот разобрали, я, к сожалению, так и не смог ему нанести урона. Очень надеялся, что сейчас тараном ему вылуплю хорошенько. Причем акула таранит довольно неплохо. Ну, главное было бы нормально, где разогнаться. Углы склонения очень комфортные, очень удобные. Ну, вот еще раз по поводу точности. Да, согласен, сейчас какой-то был такой рандомный рикошетик от проги 46-й, но согласитесь-то в прогу мы попали. И, ребят, попали довольно-таки легко и очень-таки даже быстро свелись в 46-ку. Согласитесь, бывают такие танчики, у которых время сведения, оно настолько унылое, настолько противное, что ты уже вроде бы и перезарядился, и позицию занял, и все хорошо у тебя. Вот сейчас только бери и стреляем. А нет, фигушки, надо подождать год для того, чтобы нормально свестись. Прога, блин, как заколдованная. Вы обратили внимание? Я сейчас даже вынужден ускорить немножко свою перезарядку, потому что, ну, дальше с этим мириться просто сил нет. Что это только что было, я, честно говоря, не понял. Один раз в прогу прилетело без пробития с рикошетом, второй раз вообще непонятно, куда пошло. Короче говоря, вот такие вот приколы в нашей игре встречаются. К ним надо быть готовым. Что касается, возвращаемся, акулы, да. Я ее буду так называть, хотя у меня соответствующего камуфляжа хоть и нет, но всем так более привычно. Как я уже сказал, я абсолютно не жалею о приобретении данной машины. Вот серьезно, ни разу не пожалел. Я получаю массу удовольствия от этой техники. И что самое интересное, я очень часто использую данный аппарат в те моменты, когда мне необходимо выполнять БЗ. БЗ на фраги, БЗ на урон, БЗ на победы в первую очередь. Машина просто кайфовая. Вот так вот абсолютно спокойно, разговаривая с вами, не напрягаясь, не потея, не чувствуя какой-то оскомы и суперсосредоточенности на бою, я, честно говоря, очень часто отвлекался. Но, поверьте, мне не помешало набрать 2400 единиц урона, сделать три фрага. Что касается фарма на данной машине, фарм на данной машине, я бы сказал, довольно неплохой. Но не во всех боях, безусловно. 45000 сейчас получил бы за данный бой серебром. Безусловно, это не супер-пупер, но поставьте бустерем и еще что-нибудь, и будете вполне спокойно себе серебрушку фармить. А фармить ее легко, потому что на этой машине очень легко побеждать. Я занял первое место в команде по урону, получил дикое, дикое, ничем не измеримое удовлетворение от игрового процесса, чего и вам желаю. Ребятушки, если вы среднестатистические игроки, подписывайтесь на мой канал, смотрите абсолютно честные обзоры, без приукрашений, без всякой там дребедения и заливания вам, чего попало в глаза и в уши. У меня вы найдете исключительно честные обзоры на технику, такой, какая она есть, руками среднестатистического игрока. У меня 50-55% побед, в зависимости от аккаунта. То есть я не скиловик, и у меня нет 70% побед. А значит, если вы играете приблизительно так, как я, а я играю в танки ради удовольствия после работки, соответственно, я думаю, что мои обзоры для вас являются самыми актуальными. Как я уже сказал, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. И да, ребятки, если вы имеете возможность финансово поддержать канал, бросайте донатики через ссылку, которая есть в описании к видосу. На данный момент, ребят, у меня все. Это Акула. По крайне завышенной цене в 9600 не рекомендую брать. Как я уже сказал, 7500 машина выходила на продажу. И что самое интересное, Акула появляется на продаже довольно-таки часто, по сравнению с другими танками. Поэтому если вдруг на данном аукционе вы не сможете купить ее, допустим, за 8000, ну или там чутка дешевле, хотя я не думаю, что ценник успеет спуститься, поскольку разрабы срубают цену всего лишь по 400 голды за сутки, ну а суток у нас осталось всего ничего 6 раз. Поэтому, ребятушки, если все-таки Акула вам не достанется по нормальной приемлемой цене непосредственно на самом аукционе, не расстраивайтесь. Вы всегда успеете купить данный автомобильчик непосредственно из игрового магазина, там, где она периодически появляется. Ну что ж, на данный момент все. Всех благ, всего хорошего вам мира, ребят. Ну и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok